Молодец! Держи! Смотри, чем... На площадке команды «Аврора» и «РГД» финалисты турнира «Зимний мяч» железнодорожного района. Соревнования проходят уже десятый сезон. От местных любительских команд нет отбоя, рассказывают тренеры. На занятия приходят и дети, и взрослые. Футбол в моде при любой погоде. Настоящий мужской вид спорта. Мы не боимся ни дождя, ни холода. Очень много положительных эмоций. Дети довольны, страсти кипят на футбольном поле. Тут, так скажем, все равны. Тут не особо важны технические характеристики футболистов. Тем, что физическая выносливость, сплоченность команды и стремление к победе. В каждой футбольной команде железнодорожного района насчитывается в среднем по 20-30 человек. На соревнования типа «Зимний мяч» попадают лучшие 6-7 спортсменов. Бороться за место в составе приходится, как и в профессиональных клубах. Зато соревнования проходят интересно и с азартом делятся впечатлениями участники. Дебютант турнира команда 174-й школы заняла последнее место. Надеется в следующий раз уже поиграть за медали. Пока разочарование немножко есть, но надо с чего-то начинать. Вот не так давно я работаю в этой школе, поэтому мы начали. И я думаю, мы будем продолжать, и у нас в дальнейшем будут успехи. За призы «Зимнего мяча» железнодорожного района играли 4 взрослые команды. Свой коллектив выставила и районная администрация. Правда, им пока не удалось занять первое место. Но дело не в медалях, уверен представитель района. Мы поддерживаем здоровый образ жизни. Участвуя в таких мероприятиях, считаем, что мы должны быть примером и показывать пример для подрастающего поколения. Заниматься физкультурой в железнодорожном районе есть, где 8 универсальных площадок работают совершенно бесплатно. Тренеры в помощь. Соревнования по разным видам спорта проходят регулярно. Впереди еще футбольные баталии на заснеженных полях, посвященные 23 февраля и 8 марта. Чемпионы «Авроры» и «Метро» обещали защищать титулы лучших команд района. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.